С вами Николай Пименко в проекте Дата. Сегодня 6 июля. Во многих странах мира отмечается день поцелуя, который впервые придумали в Великобритании. Говорят, что в 97 году его даже утвердили в Организации Объединенных Наций. Наши предки верили, что через дыхание можно передать частичку своей души. Существует даже наука, которая изучает особенности поцелуев. Называется она сложно – филиматология. И пускай бывают моменты в нашей жизни, когда обязательно нужно соблюдать дистанцию, всемирный день поцелуя можно назвать еще одним днем влюбленных. Так что можно воспользоваться 6 июля. У родившихся в этот день в 1796 году в царском селе у великого князя Павла и великой княгини Марии рождается третий сын Николай. Будущий император Николай I. Говорят, что Мария была очень строгой матерью и ни разу не приласкала сына. До семилетнего возраста его воспитывала шотландская няня. А еще Николай учил русский, французский, немецкий, английский, греческие языки, латынь, всемирную историю, закон Божий, арифметика, алгебра, геометрия, черчения, физика, политэкономия, логика, моральная философия, музыка, еще и танцы были. А также верховая езда, военно-инженерное дело, стратегии, тактика. Царствование Николая I начинается с 1825 года. Время развития чиновничества, знаете, табели о рангах. 1887 год. Появляется на свет Марк Шагал, российский и французский художник и поэт. Один из самых известных представителей художественного авангарда 20 века. Стараниями матери Марк смог поступить в городскую гимназию Витебска, куда евреев обычно не принимали. В Москве юный художник искал и находил образы, которые определили его неповторимый стиль. Эдакий нежный, теплый взгляд на повседневную жизнь еврейского местечка. В 1910 он в Париже, где погружается в живой мир искусства. Революцию 1917 года Шагал встречает с восторгом и даже на некоторое время возвращается на родину. Но потом вновь Париж, а в 1941 году художник отправляется в Нью-Йорк. Только в 1948 он возвращается во Францию, где и остается до конца жизни. Я был в его доме-музее, миниатюрное жилище в Витебске. И даже не верится, что тут родился один из самых известных и романтичных художников мира, картины которого есть в самых уважаемых музеях планеты. Билл Хейли родился в 1925 году. Настоящее имя Уильям Джон Клифтон Хейли-младший. Американский пионер рок-н-ролла. Хит «Rock around the clock», исполненный музыкантом в составе группы Bill Holly and His Comets, оказал существенное влияние на рост популярности именно этого стиля музыки в середине 50-х годов прошлого столетия. И до сих пор звучит как что-то необычное и всегда современное. В 1940 году рождаются Ринго Стар, настоящее имя Ричард Старки, Нурсултан Абишевич Назарбаев, первый президент Казахстана. В 1943 году певица-меццо-сопрано Тамара Синявская. В 1944 году итальянский певец и композитор Тотто Кутуня. А в 1946 году Сильвестер Энсо Сталлоне, американский киноактер, сценарист и режиссер. Одна из бабушек Сталлоне, будучи еврейкой, родилась в Одессе. Так что у актера есть еврейско-украинские корни. И итальянские, разумеется, по отцовской линии. Его родители приехали в США в качестве иммигрантов. Фирменная кривая улыбка Сталлоне – это следствие поврежденных нервов на лице. Ну а повредил их неопытный доктор во время родов, когда будущий актер только-только готовился появиться на свет. Путь в кинематографе начинается для него со съемок в порнофильме в 1970 году. Впоследствии была выпущена версия этого фильма с вырезанными цензурой эпизодами. Так что кино превратилось в эротику. Кстати, оригинальная версия фильма не сохранилась вообще. События дня. 1788 год. Морское сражение близ острова Гогланд, Финский залив, между русским и шведским флотами. 17 русских линейных кораблей наносят поражение 16 шведским линейным кораблям и 7 фрегатам. Шведский флот уходит в Свябург, но блокируется там русскими кораблями. Планы шведов по завоеванию господства на Балтийском море и захвату Санкт-Петербурга сорваны. 1831 год. Холерный бунт в Санкт-Петербурге из-за недовольства введенным правительством запретом передвижений и слухи о том, что лекари и чиновники намеренно травят простой люд. Поддавшись панике, возбужденные толпы громили полицейские управления и казенные больницы убивали чиновников, офицеров, дворян, помещиков. Под дулами солдат-бунтовщикам пришлось остановиться. После чего на Сенную площадь приезжает тот самый император Николай I. Этому посвящен даже один из барельефов на памятники этому императору. Луи Пастер в 1885 году успешно испытывает вакцину против бешенства на мальчике, которого укусила бешеная собака. Девятилетний Жозеф Мейстер становится первым человеком, который выжил после заражения бешенством и на всю жизнь сохранит благодарность своему спасителю. До конца своих дней он будет работать сторожем в институте Пастера и ухаживать за могилой ученого. После вторжения гитлеровских войск во Францию в 1940 году Мейстер предпочтет покончить с собой, чем позволить нацистским мародерам надругаться над могилой Пастера. В 1918 году в Москве начинается вооруженное восстание левых эсеров, которые осуждали Первую мировую войну. Требовали немедленно передать земли крестьянам и прекратить сотрудничество с Временным правительством. 5 июля на Пятом съезде Советов левые эсеры активно выступают против большевистской политики. На следующий день после открытия съезда двое левых эсеров, сотрудники ВЧК Яков Блюмкин и Николай Андреев, приходят в германское посольство и убивают немецкого посла графа Вильгельма фон Мирбаха, что послужило сигналом к началу восстания. В 1980 год начинает выходить еженедельник московские новости на русском языке. Газета создавалась как издание для иностранных специалистов в СССР, поэтому изначально была создана ее англоязычная версия. Издание газеты возобновилось только в 1956 году. К английской и французской версиям добавились арабская и испанская, а какое-то время издавались также итальянская, венгерская, финская и другие версии. Москуньюз в 1980 году в связи с проведением Олимпийских игр в Москве буквально во всех киосках. Ну а позже принимается решение об организации выпуска московских новостей уже на русском языке. А я помню, как в советской школе на основе газеты Москуньюз некоторые учили английский язык. Ну и еще одно событие. В 1957 году происходит первая встреча Джона Леннона и Пола Маккартни. На праздник в приходской церкви Вултоне, где выступает скифл-группа Джона The Quarrymen, был приглашен и Пол. Посмотрев на игру музыкантов, он решил, что играют они неплохо, то есть Джон играл на гитаре как на банджо, видно ничего другого, он не умел. А остальные вообще ничего не понимали, бренчали как попало и все. Поболтав немного с ними, Пол показал им, как надо играть. Ну, по крайней мере, как он думает. Во время игры к нему потихоньку все время приближался все ближе и ближе один тип, от которого разило пивом. Что делает этот старый пьянчуга, подумал Пол в скобочках. В то время ему только-только исполнилось 15 лет, а Джону не было и 17. А когда тот сказал, что Twenty Fight Rock – его любимая песня, Пол догадался, что перед ним знаток, которого звали Джон. Мастерство Маккартни произвело огромное впечатление на Леннона. И вскоре они уже выступали вместе. Надо иногда ходить на концерты. Жизнь может круто поменяться. С вами был Николай Пименко в проекте ДАТА.